Добрый день, уважаемые коллеги, предлагаю начать наш сегодняшний вебинар, посвященный самой такой животрепещущей, наверное, на сегодняшний день теме. Это практика применения юридически значимого документа оборота с использованием программы 1С документа оборот 3.0. Для начала хотелось бы представиться. Меня зовут Максим Кенантон, я ведущий консультантом аналитик-компании Кандерлайн. В настоящее время занимаюсь внедрением программных продуктов семейства 1С, если бы точнее, то программа 1С документа оборот 3.0. Я имею сертификаты компании 1С и достаточно большое количество времени занимаюсь и разработкой программ 1С, внедрением. Также участвую в оценке сотрудников в различных организациях. Давайте сразу перейдем к организационным вопросам, потому что у нас с вами ограничено по времени. Запись будет у нас размещена на официальном YouTube-канале компании, на официальном сайте. Если кому-то запись потребуется, вы можете написать на почту нам, и мы вам вышли на нее ссылочку. Продолжительность вебинара у нас с вами приблизительно 40-50 минут. Убедительные просьбы не включать микрофон без предварительного согласия с организатором. Ответы на вопросы обязательно будут в конце всем предоставлены. Ну и вопросы можно, конечно же, задавать в чат. Что у нас сегодня с вами в программе? Мы с вами поговорим, что такое вообще низко значимый документ оборот. Рассмотрим понятия, отличие понятия ИДО и ДО, потому что на сегодняшний день, исходя из практики, опять-таки, работы с клиентами и опыт внедрения, очень часто путают ИДО и ДО. Да, у вас ДО, а у вас ИДО. То есть, а у нас что? А у вас что? И вот мы сегодня с вами посмотрим, о чем, собственно, отличается, о чем это различие и есть. Разберем работу сервиса 1С ИДО, собственно, при помощи которого будет осуществляться наше взаимодействие. Посмотрим основные настройки, которые необходимо произвести в программе документ оборот 3-0 для работы с электронным документ оборотом. Виды формализованных документов мы разберем на примере договора. Ну и, конечно, пакетная отправка документа оборот у нас по возможности постараемся по демонстрированию. И сейчас будет небольшая мы с вами вводная часть для того, чтобы у нас было общее понятие и представление о предметной области нашего сегодняшнего вебинара. А после традиционно мы перейдем уже к практическому примеру и посмотрим, как, собственно, реализован юридически значимый документ оборот в программе документ оборот 3-0. Итак, что касается предметной области, да, благодарю Юру. Юридически значимый документ оборот. Ну, то есть в контексте сегодняшнего нашего с вами вебинара предлагаю определиться с этим термином, что юридически значимый документ оборот это, собственно, взаимный обмен между участниками процесса, возможно, субъектами, да, с применением информационно-учасительных средств. Ну и третьих лиц в данном случае подразумевается оператора ВИДО, то есть лиц третьих лиц, которые существуют взаимодействие. Собственно, откуда идет понятие юридически значимый документ оборот? Для этого у нас с вами необходимо обратиться к федеральному закону номер 63 об электронной подписи, в котором есть представление, да, и есть четкое понимание, какие виды электронных подписей у нас на сегодняшний день имеются в Российской Федерации и участвуют с точки зрения юридической значимости. В первую очередь, это простая подпись электронная, неквалифицированная электронная подпись, квалифицированная, да, то есть, как правило, коллеги из опыта, сегодняшний день чаще всего используется эта квалифицированная электронная подпись и простая электронная подпись. Собственно, простая электронная подпись, согласно определению, является электронной подписью, которая посредственно использует кодов и пароли, то есть фактически логин и пароль в информационную систему документа оборот 3.0 позволяет нам с вами обеспечить формализацию простой электронной подписью. В связи с этим вы можете у себя на предприятиях, организациях внедрять в систему электронных документов оборотов и быть уверены, что согласно 63-го МФЗ, то есть эти 5-ые электронные подписи, имеющиеся и механизмы электронной подписи документов оборотов 3.0, они юридически значимы и равноправны. А неквалифицированная электронная подпись, как правило, выдается собственным настройщим центром, это если компания организовывает центр сертификации у себя на предприятии, либо как один из вариантов и быстрой реализации данного механизма. У компании 1С существует замечательный продукт под названием 1С, кабинет сотрудника, вероятнее всего вы с ним уже сталкивались, если работают в программе зарплаты управления персоналом и программе документов оборотов 3.0. Там уже есть механизмы интеграции. И вот как раз-таки вот этот сервис позволяет выпускать сертификаты неквалифицированной электронной подписи для того, чтобы организовывать работу внутреннего электронного документа оборота. Опять-таки нужно понимать, что простая электронная подпись, неквалифицированная электронная подпись, она, как правило, внутри компании используется, и не используется для взаимодействия с контрагентами. Нужно учесть, что с точки зрения, это такой болезненный вопрос, поскольку мы тоже занимаемся, с точки зрения методологического подхода и обеспечения нормативной составляющей введения электронного документа оборота в организации, нужно понимать, что согласно данному закону, то есть закону 63 ФЗ, чуть позже мы там с вами захватим небольшой кусочек и трудового кодекса, то есть что для того, чтобы осуществлять взаимодействие, нам с вами необходимо подписать некое согласие. То есть мы должны с вами, с работником заключить согласие, в котором будет указано, что вот по состоянию, грубо говоря, на 1 июня 2024 года работник дает свое согласие на признание его простой электронной подписи равнозначной рукописи. То есть после того, как работник дает свой согласие, мы можем с вами этому документу передавать юридическую значимость. Сила отсутствия такого документа, как правило, вызывает очень много вопросов в ряде судебных разбирательств. Поэтому мы своей компанией настоятельно рекомендуем, что помимо внедрения программных продуктов синейства класса Е7, то есть это как раз-таки программный продукт по документу оборота, необходимо в организации обеспечить и наладить методологическую часть, а именно правовую часть, связанную с обеспечением юридического составляющего. То есть необходимо дополнить должностные инструкции работников, что взаимодействие осуществляется в электронном виде. Необходимо переработать положение об организационной структуре, о подразделениях, где будет прописан четко механизм или, как мы говорим, бизнес-процесс, взаимодействие посредством системы электронного документа оборота. И именно вот это нам все коллеги передают юридическую значимость. То есть если мы сегодня говорим про юзадеон, то очень часто все говорят, что юзадеон это только обмен с контрагентами. То есть когда взаимодействие происходит между только разными организациями. Упускаю из виду, что внутри компании тоже есть процессы, они тоже регламентируются и есть высшестоящие нормативные акты, которые нам говорят, что для введения процесса в электронном виде необходимо, чтобы работник был знакомым, работника было право, работникам была предоставлена возможность. Это что касается статьи 5 электронным подписям. Статьей 6 федерального закона также определяются условия признания электронных документов, подписанных в электронной подписью. Обратите, пожалуйста, внимание, что в данной выдержке указывается, что если у нас с вами документ имеет хотя бы одну квалифицированную, то есть усиленную квалифицированную подпись, то такой документ сразу является равнозначным документом, подписанным в рукописном варианте. То есть вот именно эта статья 6 федерального закона 63 и дает юридическую значимость документу, который подписан квалифицированной электронной подписью. То есть если мы с вами назад опять-таки вернемся, то есть вот если есть в документе квалифицированная электронная подпись, согласно статье 5, то данный документ уже в принципе переравнивается к юридически значимому документу. То есть здесь возникает некое поле деятельности между объектами, осуществляющиеся обмен этими юридическими документами. Как, собственно, происходит обмен, то есть что важно для обмена у нас с вами? Самое главное для обмена это, конечно же, признание понятия электронного документа, то есть, собственно, обмен в электронном виде и электронные документы, потому что некоторые думают, что вот возможно электронным документом это может быть отсканированный файл, который подписан ручкой, говорит, вот у меня электронный документ, я его подписал. Нет, коллеги, к сожалению, это не так, и согласно определению, которое у нас с вами представлено в стандарте 7.08.013, то есть национальный стандарт наш РФ о, дай бог памяти, это система стандартов по информационному и библиотечному издательскому делу, да, и вот как раз-таки там у нас есть четкое определение, что для электронного документа характерны такие свойства его, как аутентичность, достоверность, целостность и пригодность для использования, да, то есть и вот это вот понятие целостности, то есть, да, целостность, что такое целостность электронного документа, это его состояние, в котором после его создания не вносилось никаких изменений, вот как раз-таки в программе 1С документа оборот 3.0 у нас имеется такая возможность отслеживать какой файл, когда подписан, да, то есть, допустим, неправильная постановка бизнес-процесса согласования документов в компании встречается, мы проводим очень часто реинжиниринг таких процессов, например, когда сотрудник создает документ и вот все говорят, он должен сначала его подписать, то есть подписать, а потом согласовать, да, то есть мы понимаем, что вот мы подписали, согласовали, а когда кто-то согласовал там, а кто-то не согласовал, внес какие-то правки, не дай бог, потому что вот сказали, а вот надо, чтобы руководитель мог уносить правку или отдел кадров мог уносить правку в уже подписанный документ сотрудника, мы с вами прекрасно понимаем, что внесенные правки создают и порождают новую версию файла, отличную от той, что подписал изначально работник. И вот как раз-таки целостность документа и определяет, что это тот документ, куда не вносились его изменения, поэтому настоятельно рекомендуется сначала документ согласовывать, а потом его подписывать. Либо, если требуется этап промежуточного согласования между подписанием, понастраивать бизнес-процесс таким образом, что корректировки уже вносить не требовалось. Иначе возникает вопрос, в частности, очень часто сейчас возникает вопрос, когда уже перешли мы в цифровую эпоху с вами, в цифровую экономику, когда происходит проверка, то есть и говорят, а почему вот у вас в системе подписана одна версия файла, отличается от другой. И, соответственно, проверяющему обосновать это очень тяжело. Почему? Потому что в системе используется простая электронная подпись, неквалифицированная, то есть мы используем в 1С документ обороте, и иногда, скажем так, проверяющие органы рассматривают вопросы и жалобы обращения работников в пользу работника. Ну, это понятно, да, что работодатель не обеспечил целостность данного документа при формировании запроса, да, то есть, соответственно, какие-то судебные разбирательства, которые у нас проходят, я свидетел, что они будут приняты на сторону работника. Это что касается электронной подписи. Само понятие юридических значений у нас с вами очень часто встречается и в бухгалтерских документах, ну, допустим, в частности, в 402-м ФЗ о бухгалтерском учете есть информация о том, что документы могут быть подписаны у нас электронной подписью, однако сам федеральный закон не устанавливает, какие электронные подписи у документа должны быть. Вот как раз-таки вот этот момент, когда у нас не прописывается, не проговаривается, это дает компаниям некое поле для расширения своих возможностей, да, то есть, опять-таки, не стоит забывать, что Минтруд настоятельно рекомендует учитывать права и возможности работы сотрудников нашей компании, которые не должны быть ограничены. Поэтому всегда, прорабатывая вопрос, нужно уделять внимание о безопасности, то есть безопасность в компании, прошу прощения, в программных продуктах 1С безопасность, она осуществляется за счет механизмов смены, регулярной смены паролей, вы можете самостоятельно настроить частоту смены паролей, да, то есть сложность пароля, и это позволяет обеспечивать у нас с вами надежность, что по данным логинам пароля никто не войдет, да, то есть в том случае, если все-таки возникают спорные ситуации, то можно организовывать документы оборот посредством применения электронной подписи усиленной. Ну вот в частности, допустим, если смотреть с точки зрения налогового кодекса, то Российская Федерация, да, соответственно, то он признает только те электронные документы, которые подписаны как раз-таки только усиленной квалифицированной подписью. Да, исключения только могут составлять там передачи каких-нибудь налогоплательщикам, то есть там физическими лицами документов в электронном виде через личный кабинет, да, то есть когда действительно удается идентифицировать. Почему этому уделяю такое внимание? Дело в том, что очень часто бывает, что компания говорит, а вот у нас электронный документ оборот стоит, да, у нас вот документ оборот 3.0 в организации, мы будем обмениваться с контрагентами в электронном формате, и мы можем его подписать электронной подписью. И, коллеги, для того, чтобы не было, опять-таки, этой путаницы, я настоятельно всегда рекомендую, да, то есть обратиться к методологической составляющей, а именно вот к статье 5, вот статья 5, она как раз-таки нам и говорит, что должно быть. На сегодняшний день мы с вами прекрасно помним, что уходят все от использования электронных подписей, единственное, наверное, исключением составляют сейчас только бюджетные федеральные учреждения, поскольку у них еще сохранилось порядок выдачи квалифицированных ключей от лица юридической организации. Сейчас же мы знаем, что с 1 января 2024 года вступили поправки в закон, где работодатель, да, то есть организация, типа, у нас не использует персонифицированные электронные ключи в различных учетных системах, в частности для системы формирования какой-либо отчетности, а применяются у нас теперь с вами машиночитаемые доверенности. Это, собственно, следующий этап у нас развития электронного документа оборота, когда применение машиночитаемой доверенности становится обязательным для внешнего взаимодействия, но скажу вам опять-таки из практики нашей компании, имеются у нас проекты, где машиночитаемые доверенности уже выдаются внутри организации, и на основании них устраивается бизнес-процесс. То есть когда генеральный директор, согласно МЧД, делегирует там, допустим, подписание каких-то актов, подписание внутренних локальных документов, и, соответственно, использование МЧД отображается у них визуально, да, то есть вот это визуализируется штамп. Поэтому мы в таких проектах участвуем, и мы такие проекты уже организовывали. Что касается следующего вопроса, да, то есть у нас с вами обмен. Обмен осуществляется посредством специальных электронных средств, электронных документов оборотов, при помощи специальных, как говорится, органов, то есть при помощи компаний, которые оказывают эту услугу, операторов связи их так называют. И вот эти операторы осуществляют обмен. То есть, ну, знаете, такие операторы у нас есть, там, и TaxCom, и Diadoc, и Sbis, и каждый это все дело использует. И вот очень часто в программе документов оборотов возникает такое вот смешивание понятия, да, то есть что такое, собственно, ЭДО и ДО. Вот здесь вот я вам попытался нарисовать схематично, то есть ЭДО – это всего лишь электронный сервис, который фактически может существовать самостоятельно, как отдельная программа. У нас даже, если мы зайдем с вами на ИТС, да, информационно-технологическое сопровождение, есть так называемый клиент ЭДО. То есть это та программа, при помощи которой документы подписываются квалифицированной подписью, и посредством оператора отправляются нашим названием контрагент. И вот есть отдельный клиент ЭДО, да, если вы там, допустим, не используете никакую программу, там, ни бухгалтерии, ни один из бухгалтерий, ни один из зарплаты кадров, ни один из ERP, а вот просто есть клиент ЭДО. Но есть и встроенный клиент ЭДО, и на сайте компании как раз-таки вот edo.1s.ru можно ознакомиться с переченью конфигураций, в которых уже встроен клиент ЭДО. И в частности, программный продукт документа оборота 3.0, да, то есть мы вот с вами вот видим, справа отображен, он уже включает в себя механизм 1.3.0. Но что здесь не стоит путать? Некоторые думают, что приобретая программный продукт 1.0s документа оборота 3.0, они прямо сейчас тут же сразу начнут обмениваться электронными документами посредством сервиса 1.3.0. Скажу так, данное утверждение, оно действительно корректно на 65%. Есть определенные ограничения сервиса 1.0s.ido, о которых я расскажу вам чуть позже. А сейчас все-таки хотелось бы поговорить о его достоинстве. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, ну, есть типовые функции, которые обеспечивают у нас с вами сервис 1.0s.ido. Информация эта взята с сайта 1.0s.ru, я уже говорил ранее, да, то есть, и мы видим, что достаточно большой спектр возможностей нам предоставляет этот сервис. И я бы, наверное, на сегодняшний день вот среди этого большого количества выделил только некоторые, да, то есть, а именно, допустим, что возможности можно создать несколько учетных записей участников и в два различных операторов, а затем настраивается обмен. Вот сейчас это практика, которая у нас возникает в компании. Приглашение контрагентов к обмену реализовано непосредственно в учетной системе 1.0s. То есть нам не нужно дополнительно заходить в какие-то там учетные записи, системы, программы, заполнять ИНН, КПП, карточки. Да, мы с вами прекрасно знаем, что на сегодняшний день существует достаточно большое количество микросервисных этих процедур, которые позволяют нам посредством обращения по ИНН получить необходимую информацию по компании. Но здесь очень удобно в плане того, что вы ведете учет, вы учете взаимодействие и можете направить приглашение непосредственно прямо через систему 1.0s. Бывает и обратная ситуация, когда вы находитесь по другую сторону, так сказать, этого провода, да, то есть вам высылает приглашение или вам приходит договор и, соответственно, как только приходит договор, вы можете принять соглашение об обмене в электронном виде, да, то есть и настраивать последующее взаимодействие с контрагентами. Стоит отметить, что сервис ИДО позволяет обмениваться уже с компаниями, которыми, да, работают не только посредством 1.0s бухгалтерии или, там, 1.0s зарплаты Кандры, то есть здесь как раз-таки оператор является тем буфером, который осуществляет просто отправку, да, то есть а уже каким? Лопатой, граблями, мотыгами, чем вы обрабатываете этот документ, это ваше дело. То есть опять-таки вот это большой плюс. Ну, он тоже может быть относиться к и другим системам для обмена электронными документами, да, но есть на рынке системы, которые вот взбирают дополнительную плату, если происходит обмен там, вот, не по типовой схеме, скажем так. Опять-таки, какой здесь большой плюс? То есть для того, чтобы осуществлять отправку посредством других сервисов, вам нужно предоставить свой логин и пароль. Очень часто, давайте будем откровенны, у главных бухгалтеров возникает ревностное чувство, что вот я не буду там ему давать логин и пароль, да, от нашей компании, потому что вот я там отправляю, допустим, там, подписание каких-нибудь договоров высокооплачиваемых, да, я не хочу, чтобы работники видели. И как раз-таки вот здесь встает спорный вопрос о том, что дополнительно необходимо купить доступ в систему, да, то есть и осуществлять вот эту работу. И вот в системе 1С и до данная проблема решается посредством развлечения доступа, то есть функции подготовки подписания, они фактически у нас разделены, да, то есть кому-то что-то нужно только готовить, документы, а кому-то только подписывать, а кому-то только отправлять. То есть не всегда дело подвязано одном человеке. Мы с вами прекрасно помним, что существующие маршруты обработки документов программных, 1С документы оборота 3.0, они разграничивают это различными видами действий и порядком обработки процедур. А какие вот все-таки есть, да, так все хорошо это рассказывается, есть все-таки и недостатки, и вот знаете, да, вот к чему быть готовым, потому что вот я вообще назвал так слайд, назвал такой некий пункт, то есть к чему быть готовым. Это, собственно, вот та крамольная вещь, которая нас с вами ожидает. То есть существуют определенные тарификации, о чем я вам и сказал. То есть если мы говорим, что у нас уже есть встроенный клиент ЭДО, то здесь встает вопрос, как всегда, в программах продуктов 1С по лицензированию, да, то есть здесь по тарификации. Вот опять на замечательном ресурсе ЭДО 1С.РУ, здесь вот такой вот волшебный тарифный калькулятор, который вам просто быстро, без труда позволит сориентироваться, какой тариф вам лучше подобрать для отправки документов, да. То есть есть компании, которые там отправляют, ну, говоря, свыше 250 комплектов, а есть программы, которые, допустим, удобно отправлять там по одному документу, да. Есть компании, которые говорят, а можно, вот мы не знаем, сколько мы будем отправлять документы, у нас каждый месяц там может быть количество документов отличнее друг от друга, да, то есть в один месяц можем отправить там 5 документов, а в другой месяц там 125. Поэтому здесь в этом плане компания 1С подошла, скажем так, гибко, да, или как это называют сегодняшний день, Fusion подход, что можно и постоплату. То есть постоплата, когда каждый месяц там различные набирается, ты уже оплачиваешь свой тариф, который тебе более подходит. Так, коллеги, у меня здесь вот, в принципе, на этой части как бы все. Мне бы хотелось теперь перейти все-таки к практическому примеру, то есть показать, как это собственно работает. Перед вами сейчас программный продукт документа оборот 3.0. Не переживайте, что он серого цвета, это просто у нас типовая настройка, то есть как бы надоело желтенькое, захотелось серенькое, и вот это стенд, тестовый стенд как раз-таки просто серого цвета. Документа оборот 3.0. У нас с вами установлена последняя редакция 3.0.14. И здесь, собственно, где находится и располагается этот клиент. Настройка системы у нас есть, он такая замечательная дочерняя подсистема MDO, которая обладает кучей функций, да, то есть вот мы видим, что идет автоматическое создание документов, и вот документы, как правки, настройки и так далее, да, то есть проще всего, проще всего, коллеги, ну вот у меня сейчас здесь это настроено, проще всего работать из окна текущие дела EDO, то есть это основное окно, в котором, собственно, и отправляются, и получаются документы. Почему проще всего, здесь у нас разработчики постарались таким образом, что внизу на строке состояния, в принципе, можно найти все необходимые нам уже функции. То есть если вот мы перейдем с вами, допустим, настройки EDO, разберем, посмотрим, да, как это устроено, то увидим, из чего они у нас состоят. То есть есть настройки отправки, есть настройки получения. И вот когда мы с вами будем создавать определенного рода настройку организации, да, то есть вот у нас с вами компания Start, а контрагент Монеточка, если мы будем делать определенного рода настройку, то система скажет, давай настроим, видите, статус приглашения принят, то есть все, может существовать обмен. Какие здесь есть настройки? То есть те документы, которые есть у нас в нашей системе, нашей системе компании Start, да, то есть мы можем их отметить галками и, соответственно, произвести настройку в той системе, в которой у нас мы обмениваемся, грубо говоря, вот у нас договор, да, то есть мы с вами знаем, что договор, и вот устанавливаем галку. То есть договор компании Монеточка будет соответствовать договору компании Start и Плюс в нашей системе. Таким образом считается настройка всех документов, которые есть. Для чего это нужно? Это фактически идет формализация. То есть после того, как мы с вами получим через операторы ИДО, да, то есть как бы вот здесь у нас с вами сформируется в текущих делах какой-то документ, мы сможем сразу посредством заранее выставленных настроек создать документ уже в нашей системе, в системе Майдавы, Start и Плюс, то есть тот документ, которым виду создан у нас с вами в настройках, соответственно, в документах компании, он у нас с вами появится. Мы сегодня с вами будем отправлять как раз-таки такой договор из программы управления торговлей, посмотрим, да, то есть как он приходит, документ оборот, как его согласовывать, как его отклоняют и как мы это все делать с вами смотрим. Единственное, что, коллеги, я заранее вас предупреждаю, поскольку мы все-таки работаем в тестовом версии и, соответственно, все как-то вымышленные персонажи этого теста моего стенда, да, и ключи в части, допустим, где-то ключ будет показывать, что они действительны. Это связано с тем, чтобы не нарушать фактический учет, да, то есть не передавать никаких сведений. Где эти сведения, они, собственно, у нас отображаются, то есть когда мы с вами создаем настройку, да, то есть в настройке у нас уже указывается учетная запись в ИДО, вот сейчас попробую ее открыть, да, то есть учетную запись, когда мы только создаем и регистрируем нашу с вами учетную запись ИДО, то она задействует у нас с вами налоговую, да, то есть на передовом, и, соответственно, обмен пересуществляется, когда электронными документами, то в данной ключи тестовые, они не передают, не искажают сведения. Если вы там захотите с кем-то поменяться, то, соответственно, налоговую уже будет видеть ваш электронный обмен, да, то есть вот это взаимодействие. В принципе, здесь у нас с вами все понятно, давайте все-таки посмотрим, как реализуется этот пример. У нас с вами есть конфигурация электронного управления торговлей. Коллеги, здесь может быть ERP, ZOOP, вот представим, что вот у нас с вами демо-база, вот это как раз-таки компания, да, то есть монеточка, она работает в управлении торговлей, она с вами подготовила документ, договор какой-то, вот, допустим, давайте договор аренды. 0.1, давайте мы дадим там номер 20, и чтобы для примера, чтобы, а, для примера, коллеги, нет, давайте я лучше создам новый, потому что этот договор я уже тестировал, я боюсь, чтобы на средишнике не совпали. 20. Пусть у нас он будет там с фиксированной суммой, чтобы мы с вами, допустим, понимали, что именно это он пришел. Сейчас будет тут небольшая проблемка, но мы ее решим. Да, и обратите внимание, опять-таки в системе 1С управления торговлей уже встроен этот клиент. Где это видно? Вот он сервис, вот здесь. Мы прямо с вами подготовили договор, сделали ему там определенный статус, пусть он там действует с 0.1, с 0.4, 0.6 по 0.1, 0.7. Опять-таки его записали. И здесь есть посмотреть электронный документ, отправить электронный документ, текущие дела и настройка отправки. Вот мы с вами говорим, что нам нужно отправить данный электронный документ. И вот здесь система спрашивает, что использовать. Ну, давайте возьмем какой-нибудь типовой. Он все равно сейчас скажет, что не заполнены поля. Мы их сейчас заполним быстренько данными. Он нам с вами его сформирует и отправит. Вот о чем я говорил. То есть, да, вот видите, здесь вымышленный сертификат электронного ключа, и он используется только для тестирования. То есть, вот сейчас происходит как раз-таки, коллеги, подписание вот этой усиленной, квалифицированной подписью, согласно 63 ФЗ статьи 5 пункта 4, помните, я вам показывал, вот сейчас он подписался и отправился. Мы с вами можем посмотреть уже в текущих делах и до, да, то есть, где этот договор. То есть, вот он, договор у нас с вами и отправляется. Мы можем его увидеть в папочке, исходящей на контроле. И видим, что на контроле у нас сейчас договор, номер его 20, на 30 миллионов рублей для компании Startup+. То есть, мы переходим теперь в свою программу. Здесь нажимаем кнопку «Отправить и получить» и ждем, пока происходит обмен. Опять-таки, система запрашивает у нас пароль к ключу. Соглашаемся с ней и ждем, пока произойдет обмен. Вот в настоящее время, вот о чем я говорю, что у нас есть определенные ошибки из-за того, что тестовая история. Вот он, коллеги, наш документ, мы его с вами получили. Вот таким образом осуществляется обмен как раз в юридически значимые документы посредством сервиса 1С и до программы продуктов семейства 1С. Вот здесь мы с вами можем посмотреть извещение. То есть, данное извещение говорит о том, что, да, то есть, вот эта компания, вот у нас с вами, видите, электронный адрес, идентификатор абонента, собственно, по которому происходит идентификация, в электронном обмене, да, то есть подтверждает, что такого-такого-то был получен документ. Мы с вами можем этот договор посмотреть, да, то есть вот либо здесь, посмотрите, видите, здесь есть отразить в 1С документы оборота. Вот как раз-таки отразить в 1С электронный документ оборота создаст вот этот договор, вот эту сущность, да, у нас с вами, и позволит пройти процесс, допустим, согласования, рассмотрения и так далее. То есть, допустим, утверждение либо неутверждение, что вот этот документ получен. Обратите внимание, что здесь стоит подпись, видите, подпись верна. Остановление электронной подписи. Согласно процедуре мы можем взять и проверить электронные подписи. То есть, подпись действительно верна, подпись верна. Видите, что у нас пропал с вами желтый треугольничек уведомления, то есть мы понимаем, что данный документ верен. А что мы можем сделать? Здесь система невозможна. Вот прямо вот здесь вот мы можем с вами, допустим, утвердить его и подписать. Да, то есть, либо, допустим, взять его и отклонить. То есть сказать, что вот мы не согласны на договор, на 30 миллионов, да, допустим, мы говорим, что аннулировать. И он говорит, почему? Слишком дорого, давайте мы укажем ему. Слишком дорого. Ну, вот стартум плюс такой вот, они вредные, они не согласны принимать. Соответственно, он его подписывает и отправляет. И вот смотрите, коллеги, у нас с вами формируется сразу уведомление, предложение об аннулировании, да, то есть мы с вами не аннулируем, мы там его не удаляем, то есть мы должны сначала известить контрагента о нашем намерении, что вот мы этот электронный документ, мы хотим аннулировать, потому что, потому что он для нас, вот видите, здесь даже форма была слишком дорога. И вот мы с вами здесь видим, что данный документ подписан и передан через 1С и до, да, то есть вот в процессе аннулирования. И опять-таки здесь содержится информация о компании, содержит сведения о его сертификате, о дате его подписания, о статусе его подписи и об идентификаторе его в системе электронного документа оборота. Давайте с вами перейдем в УТ и посмотрим, что же у нас с вами пришло здесь, да, то есть как вот сформировался документ. Коллеги, если самостоятельно будете настраивать сервис и тестировать, хочу вас заранее предупредить, что иногда с непродолжительной задержкой приходят документы, да, то есть нужно какое-то время продолжать, потому что некто говорит, ой, а мы там настроили, у нас не работает. Надо иногда подождать, иногда бывает, что очень многое обработать. Вот, восходящий, да, то есть мы с вами видим аннулировать. И приходит как раз-таки наш договор номер 20 на 30 миллионов. Это уже компания, монеточка его открывает, да, то есть опять-таки она видит это содержимое этого договора. И вот подтверждение операторов РТТТ о всех изменениях и предложение об аннулировании, да. Обратите внимание, что в данном случае подпись выделяется красным и пишется «подпись неверна». Да, то есть подпись неверна, почему? Потому что предложение об аннулировании за подпись. У нас подпись, все хорошо, все у нас здесь, все замечательно. Это как раз-таки говорится отметка о том, что мы не дали согласие на подписание. То есть мы не подписали этот документ, мы предложили его аннулировать, да. То есть и вот здесь вот, допустим, можно согласиться, можно согласиться. Давайте вот что, мы согласимся с аннулированием данного документа. Ждем пока у нас система это делает, все обработает. У нас, соответственно, вот оно, предложение об аннулировании. Подпись неверна, старт он плюс. А вот монеточка как раз-таки у нас с вами. И это дело все аннулировано. И вот эта вся история хронология как раз-таки и есть то, что мы с вами называем юридической значимостью. Соответственно, когда мы с вами перейдем в систему своих документов оборот при ноль, мы можем посмотреть, как это дело у нас все с вами будет выглядеть, да. То есть оператор с нами, не оператор, а компания с нами согласилась. Она сказала, что да, действительно, мы вот готовы, да. То есть вот готовы к тому, что вот данный договор аннулировать, да. То есть и вот, соответственно, происходит. Ознакомиться. И вот мы видим, что ознакомиться и договор номер 20 аннулирован. То есть у него статус аннулирован. Мы можем с вами взять это сообщение, допустим, и отправить в архив. Это, коллеги, что касается формализованных документов. Бывает такая ситуация, что говорят, а вот у нас вот только программа продукт документооборот при ноль, да. А мы можем только отправлять договоры. То есть мы не можем отправлять договоры или принимать. Вот давайте с вами посмотрим с обратной стороны, как можно эти договоры отправлять из документа оборот при ноль. Мы возьмем, например, какой-нибудь договор создадим. Создадим договор. Пусть будет договор купли-продажи у нас с вами. И пойдем от обратного в сценарий. Коллеги, здесь стендовый тест, еще раз напомню. То есть вот на поле вид договора, это можно не обращать внимания. И вот смотрите. Startum Plus хочет с монеточкой заключить договор. Вот, ну давайте вот там вот нас было на 30 миллионов много, а вот он говорит, давайте вот на 30 тысяч. Вот мы заключим договор. Не 30 миллионов, а 30 тысяч. Не люблю, когда много нолеет, да. То есть здесь мы с вами опять-таки можем заполнить сроки действия договора, поставить порядок продления, продлевается или не продлевается. У нас здесь уже типовая форма, да. То есть здесь, обратите внимание, сейчас у нас нету здесь документа обороте 3.0. Никакой кнопки отправить сюда, да. То есть вот если мы с вами перейдем в УТ, то в УТ, вы помните, да, что вот эта кнопка появилась. Скажите, вы как это у нас так негодник обманул, да. То есть он же обещал, что это можно отправить. Совершенно верно, коллеги. То есть отличительная особенность программы документа обороты 3.0 как раз так является то, что она рассчитана на обмен документами. Мы с вами помним, что документы могут быть различных, да, то есть различных форм. Бумажные и электронные. Так вот мы сейчас говорим, что мы обмениваемся электронными документами, не бумажными. А у нас, обратите внимание, стоит форма бумажная. Соответственно, нам с вами нужно выбрать электронную форму и записать наш волшебный замечательный договорчик, да. То есть система поняла, что мы обмениваемся электронным, появилась вот эта волшебная кнопка, то есть мы можем подписать договор, либо, о чем я вам говорил, что нам прежде чем отправить электрик вот этот договор, нам нужно его обработать. То есть нам нужно запустить обработку, согласовать, допустим, с начальником отдела, согласовать там с коммерческим директором. Причем мы с вами знаем, что, допустим, здесь у нас есть схема обработки условий, что там, допустим, если сумма у сотрудника договора больше, то там согласовывается по одному маршруту, если меньше, то по другому маршруту. И вот как только вот мы с вами согласовали, дело производитель нам его зарегистрировал, да, то есть в обработке, и вот только тогда появляется задачка у кого-то, в данном случае бухгалтером, отправить по ИДО. Да, то есть, ну, поскольку я администратор, соответственно, я могу это дело отправить сразу, да, то есть мы с вами записали, давайте просто, чтобы было понятно, мы его зарегистрировали, чтобы мы понимали, как на договоре идет речь. Вот мы с вами его зарегистрировали, и мы с вами его подписываем и отправим. Вот сейчас происходит подписание вот этой, опять-таки, усиленной квалифицированной подписи, обращаю ваше внимание. Да, не удалось. Проблема. Вот давайте посмотрим. Договор, не указана роль файла, используем для отправки. Вот, посмотрите. Не указана роль файла. Давайте сейчас вам быстренько эту роль посмотрим. Да, коллеги, здесь вот есть такой вот нюанс в самом документобороте. Если мы перейдем в видовую карточку документа, то у него обязательно, обязательно нужно указать, что документ у нас с вами. Это файл электронного документа. То есть, если вот этой галки нет, система не понимает, что его нужно отправить по средствам электронного документа оборота. Начинает нам с вами выдавать вот такого рода ошибку. Да, так, идем дальше. Значит, мы идем. Пробуем еще раз подписать и отправить. И вот смотрите, видите, у нас с вами сразу меняется галка, что договор у нас с вами подписан. Давайте вот просто я его сейчас закрою и открою через уже другую формочку, у нас будет проще. То есть, у нас с вами договор подписан и мы ждем, когда придет результат проверки. То есть, сейчас вот монеточка должна получиться. Давайте пока я его монеточкой запущу. Обмен. Дождемся. Здесь посмотрим, да. То есть, у нас договор подписан усиленной квалифицированной подписью. У нас договорчик имеется шаблончик заполнения. То есть, у нас здесь немножко от обратного идет история, что мы используем форму, да. То есть, вот мы видим, что договор подписан электронной подписью. Вот, коллеги, вот это всего лишь визуализация электронной подписи. Очень часто говорят, а можно мне вот этот синенький квадратик сделать, чтобы я подписью подписывал? Это, коллеги, всего лишь отображение. Сама электронная подпись, она, да, то есть, она называется электронной, то есть, она вшита в документ. И вот эта электронная подпись, вот она здесь, видите, написана, что электронная подпись, подписан документ. Шаблон такой-то. А вот на картинке это всего лишь отображается. То есть это как вот у нас с вами в организме. Есть антитела, а есть результаты анализа. И вот результаты анализа, они просто отображают, что это всего лишь у нас есть. Здесь то же самое, поэтому, пожалуйста, не путайте. Говорят, а вот мы можем синенький квадратик нарисовать, у нас что, документ станет электроном? Нет, ни в коем случае. Это вот как раз-таки и дает, что определенные механизмы защиты, прошиваемые в документ, они позволяют как раз-таки придать вот эту юридическую значимость, а не то, что мы там в фотошопе нарисовали вот этот синенький квадратик, и все, теперь у нас документ юридически значимый. То есть вот это самое главное в процессе электронного документа обмена. Так, здесь у нас с вами идет процесс. Сейчас он завершится, надеюсь, благополучно. Не выдаст ошибок. Ну, и вот, собственно, коллеги, у нас с вами появился, да, то есть появился вот этот договор, который мы как раз-таки опять можем посмотреть, можем отклонить, да, то есть вот его, вот он здесь открылся, просто вот он, этот договорчик, чего у него там есть, чего у него там нету, ну и, собственно, его утвердить. То есть мы с вами его утвердили, и после утверждения он уже будет подписан с обеих сторон, да, то есть, чтобы придать ему как раз-таки вот эту юридическую силу. Ну, все, вот пишем, что договор. Ждем. Пробуем обновиться. Смотрим, что у нас произошло с вами с этим документом. Заходим. Текущие дела идут. Отправить и получить. И вот видим, да, что у нас тут опять оно изменилось. Да, то есть опять оно пришло. Вот, значит, на контроле. Вот у нас договор на 30 тысяч. Нужно с вами просто взять, потом еще посмотреть. Ну, это старый у нас висит. Распаковать его. То есть что там у нас с вами пришло. Мы с вами посмотрим. А, коллеги, есть на сегодняшний день еще и новый интерфейс, да. Возможно, кто-то с вами сталкивался или там сейчас смотрит и говорит, типа, а у нас там он по-другому выглядит, да. То есть если перейти там кнопочку еще, да, то есть можно открыть новый интерфейс IDO. То есть он немножко видоизменится. То есть есть вот такого варианта. Вот мы с вами как раз таки из такого варианта сейчас попробуем другую операцию. Сейчас мы сказали с вами, когда документы формализованы, то есть описаны как раз-таки настройки обмена между типовой конфигурацией у контрагента и у нас, да. Иногда бывает, что вот, говорит, а можно на вот срочную там бухгалтерию надо там вот отправить через IDO там клиенту. Вот у нас не настроено, а у него там какой-нибудь свой сервер, да. То есть мы говорим, да, конечно, можно, да, то есть можно создать, допустим, какой-то там документ, грубо говоря, да, и вот его подписать и отправить. То есть вот мы с вами создаем документ, выбираем там наш контрагент, монеточка, допустим, что у нас нисходящий, у него там будет номер 36. Вот у нас сумма, давайте, будет 13 рублей. Окей, записываем, да, то есть мы с вами видим, что здесь создается, и вот видим, что любой пользователь кому предназначен, да, то есть мы должны его подписать и отправить. Ну, поскольку сертификат у нас установлен один, то он по умолчанию предлагает мне подписать сертификат этому сотруднику. Все. Мы с вами его отправили. То есть произвольный документ, это не обязательно, что только те документы, которые порождает программа, вот эти документы, оборот, при ноль. То есть мы отправляем произвольный документ. Вот совершенно любой файл, там совершенно любой договор бывает, что, допустим, нет такой формы договора у нас, да, вот в программе, а вот когда там эти айтишники придут, нам все настроят, непонятно. А вот нам сейчас вот надо, а вот нам надо сейчас отправить, да, то есть и вот посредством такого, скажем, фокуса мы можем это с вами сделать. То есть давайте посмотрим, пришел ли он или нет к монеточке. Да, вот мы с вами видим, что вот этот договор, он опять-таки пришел на либо утвердить, либо отправить, и мы с вами можем его посмотреть. То есть вот договор, сам файлик договора у нас лежал здесь, то есть мы можем открыть с вами, ну, я думаю, что я вам покажу его, да, то есть, ну, вот он типовой, тот файлик, который был прикреплен, собственно, туда. Да, мы с вами можем согласиться, либо не согласиться, мы говорим утвердить, да, то есть и происходит обмен, опять-таки, что извещение, что мы его утверждаем. Соответственно, здесь тоже можно подобрать какой-то документ учета, допустим, да, мы можем сказать, что вот здесь вот это будет, ну, какой-нибудь договор с контрагентом, да, то есть договор аренды. То есть мы можем вот эту сущность сказать, что вот в этом документе управления торговлей теперь есть подписанный юридически значимый документ. То есть, да, если мы перейдем в этот договор, тогда уже можно будет, как говорится, эти файлики посмотреть и понять, что он, допустим, документ подписан, да, то есть произошло взаимодействие. То есть, ну, поскольку тему все-таки не УТ, а ДОТ, да, я вернусь в свою историю. То есть мы здесь с вами произвели обмен, давайте посмотрим в документах у нас, что поменялось. Что у нас с вами поменялось. А, коллеги, вот видим, да, что вот здесь вот есть такой значочек, написан как раз-таки, да, обмен посредственно сервису ИДО. И вот смотрим, он ожидает результата до сих пор, да, то есть пока по нему еще ничего не получено. Почему? Ну, иначе со стороны как раз-таки УТ не проведены необходимые действия, и нужно зайти в текущие дела, посмотреть, какой договор у нас с вами был, 5, ну и 2, да, то есть вот он висит на утверждение. Нам нужно его утвердить, но выдает ошибку, да. Нет, ошибки не выдает, слава богу. Опять-таки, коллеги, повторюсь, что возможны ошибки из-за того, что тестовый сленд. Все, он написал, что это дело у нас с вами ушло. Смотрим, что у нас есть на контроле. Давайте перевернемся в УТ. Посмотрим, что у нас там с вами есть. Вот он дает на распаковку. Ну, к сожалению, не дает идентификатор. Да. На контроле он висит. Да, то есть вот он, этот договорчик, вот извещение о получении. Вот действие, соответственно, закрыть принудительно. Можно тоже его, в принципе, закрыть. Коллеги, у меня на этом все. Я вас благодарю за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Перехожу в чат. У 1С-ИДО есть ограничения по подключению к операторам, как Тензор и Диадок. Виктория, это лучше вот написать на сайт 1С, вот, иду 1С.ру, потому что все-таки они поставляют этот сервис. Ограничений, как правило, там нет. Они у них, вот это все тарифицируется. И они сейчас очень сильно там шагнули и развиваются. Так, вопросов, вижу, нету. Ну, раз вопросов нет, есть тогда предложение это дело все у нас с вами завершить. Коллеги, благодарю вас за внимание, благодарю, что нашли, уделили время посетить наш вебинар. Сейчас вот там, да, по-моему, еще выводится контактная информация. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Мы открыты к сотрудничеству, к обмену опытом, как говорится. И всегда рады вас видеть у нас. Благодарю всех за внимание. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok